Более 300 участников и каждый десятый ульяновец. Фокарион за ложьи принимает первенство Привожского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей не старше 16 лет. В этом году состязания посвящены память одного из основателей ульяновской школы борьбы Анатолия Винника. Хозяева ковра очень тщательно готовились к этим стартам. Первая целенаправленная тренировка состоялась 2 января и затем две недели по два занятия ежедневно. Перед самим турниром сгонка веса и небольшой отдых, чтобы выйти на ковер с максимальными силами. Ребята готовились, не хотят упасть в грязи лицом, скажем так, перед самими родственниками, перед самими друзьями, перед болельщиками. Правда, сколько наград завоюет сборная Ульяновской области в самой команде не загадывают. Предпочитают отчитываться о победах по факту. А вот организаторы соревнований уже подводят итоги. Финансовые. Около 3,5 миллионов рублей поступит в бюджет региона благодаря проведению борцовского первенства. Констатирует в руководстве региональной федерации борьбы. Там приехало более 300 участников. С ними приехали представители, судьи, тренеры. Все эти люди будут жить в гостиницах. У нас тут три гостиницы полностью заняты. Также они будут здесь питаться. То есть средний, малый бизнес за счет них будет развиваться, получать деньги, платить налоги. И все эти деньги останутся в регионе. Первый день турнира – предварительные поединки. Чтобы не растягивать соревнования надолго, борются на трех коврах. И на каждом из них принципиальное соперничество с красивыми бросками и, разумеется, не без спорных моментов и вмешательства главного судьи. Юношеский задор, конечно, вот эта вот эмоция. Ребята пока еще даже схватку не могут разложить. Они могут выигрывать там по 3-5 баллов и потом в конце или не хватит, или еще что-то в эмоциях могут ее и проиграть. Суббота на первенстве по Волжье – решающий день. В Орионе пройдут поединки за призовые места в 11 весовых категориях. Обладатели медалей получат в довесах путевки на финал первенства России, которая вскоре состоится в Самаре. Михаил Сашанский, Управда ТВ.